Это оболочка ума. Дальше идёт эгоизм человека. И эгоизм человека... Вот все эти оболочки есть в Душе. Есть разум в Душе духовный, есть ум в Душе духовный, есть духовный эгоизм, есть духовное тело. Но в материальном мире всё проецируется на материю. Это разум уже связан с материей, тонкоматериальной энергии разума. Есть энергия ума, есть эгоизм. Итак, есть два вида эгоизма. Есть истинный эгоизм, духовный. Означает, я хочу служить. Служить всегда, светить всегда, светить везде, до дней последних донса, светите никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Это духовный эгоизм. Тоже человек уверен в этом. Он считает, что это нормально, это я такой, светите. Это эгоизм тоже, эгоизм. Чувство собственного достоинства, но духовный. Он приносит человеку счастье. Только счастье и всё, и больше ничего. Есть ложный эгоизм, материальный эгоизм. Человек очень сильно погружён в материю, в материальную жизнь. Он дом хочет построить, денег ему надо много, ему нужна одежда, там всё. Не духовный интерес у него основной, материальный. У него в очереди увеличивается материальный эгоизм, который заставляет жить для себя. Мне. И смотрите, любовь, энергия души, она может взаимодействовать или с материальным эгоизмом, или с духовным. Когда она взаимодействует с материальным эгоизмом, то есть та же самая энергия души, чистая и светлая энергия любви превращается во что? Одни страдания от той любви. Понимаете, когда этот материальный эгоизм действует, тогда любовь превращается в страдания. Когда духовный эгоизм, любовь становится бесконечным счастьем. И мы сейчас с вами, так как я, в принципе, вам основные моменты нашей строения рассказал, очень кратцы, вообще никак. У меня в книгах это всё подробно описано. Есть книга «Тонкое строение человека». Почитайте. Сложная книжка, но если вы прочитаете, вы всё будете понимать, как всё работает. Есть «Развитие разума» книга. Тоже такая же. И основная книжка, которая даёт вообще представление об этом мире, называется «Закон и счастливая жизнь». Эта книжка, когда был в интернет-конкурс на лучшую нравственную книгу, в этом интернет-конкурсе участвовало 100 тысяч человек, по крайней мере, которые проголосовали за мою книгу. И она заняла первое место в этом конкурсе. То есть, и лучшим нравственным фильмом был фильм «Остров». А лучший проект нравственный был проект Жданова, моего друга, борьба против пьянства, за трезвость. Итак, мы сталкиваемся с любовью в своей жизни, когда влюбляемся. Это самое незабываемое время в жизни человека. Особенно, когда человек ещё не сталкивался с трудностями, которые возникают в результате взаимодействия любви с эгоизмом, когда отношения углубляются между мужчиной и женщиной. Но первое чувство любви, оно бесконечно возвышено, потому что душа по своей природе бесконечно возвышена. И когда человек ещё в юности, он идеализирует отношения между мужчиной и женщиной, потому что в юности человек путает, женщина путает мужчину с Богом, а мужчина женщину с Богом путает. И отношения начинаются очень чистые и светлые сначала. Очень чистые и светлые. И человек верит, что он может встретить такого человека, с которым эти чистые и светлые отношения останутся на всю жизнь. У нас есть такая вера. Мы верим, что обязательно в моей жизни должен встретиться такой человек, с которым у меня будет настоящая, чистая, светлая любовь. Не понимая, что у каждого человека есть эгоизм. У любого человека. И этот эгоизм у всех одинаковый примерно, одинаковой силы. И мы встречаем по судьбе человека с похожим на мой эгоизм. Но просто женщине очень трудно увидеть эгоизм мужчины, а мужчине очень трудно увидеть эгоизм женщины. И поэтому люди запутываются в отношениях. Они не понимают, что они друг друга стоят. И мы сейчас будем это изучать. А сначала мы просто вспомним, что такое любовь. Веды говорят, что самый лучший вид памяти это эмоциональная память. Потому что она ближе всего к душе. Эмоции больше всего проявляются в песне. Поэтому я пою на лекции не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вы поняли глубже тему. Но часто люди, которые занимаются вокалом и музыкой, говорят, что у меня отвратительный слух, отвратительный голос. А те, кто не занимаются, говорят, что все нормально. Но я не слушаю ни тех, ни других, я просто пою, как могу. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. помните такую песню? Я вспомнил первую любовь свою земную и пел эту песню в этот момент. И передал чувства. Каждый человек вспомнил свою. Если вы настроились на эту песню, если вы слушали, какой у меня голос, то вы ничего не поняли, что я пел сердце. «Ты уже повеяло весною, тает гервый снег». То есть, снег души тает. То есть, человек почувствовал теплоту в своей жизни, в своем сердце. Это удивительное чувство. Оно никогда не забывается для тех людей, которые занимаются духовной практикой. Но те, которые не занимаются, они говорят, да это просто такое детское представление любви. Любовь — это другое. Это когда в постели дергаешься. Вот. То есть, это означает невежество. На самом деле. Просто невежество. И все. Потому что любовь — это как раз вот это чувство, которое мы в юности испытали. Это и есть настоящая энергия любви. И веды говорят, что любовь к Богу в тысячи раз вкуснее, слаще, чем любовь между мужчиной и женщиной. Тысячи раз сильнее и вкуснее. Мы даже представить себе не можем, что испытывают монахи, которые отказались от телесных и плоских отношений в своих отношениях со святостью, с Богом. Что они чувствуют в этих отношениях, знают только они. Поэтому они и живут в духовной жизни. И так следует знать, что любовь между мужчиной и женщиной это та же самая любовь. Энергия любви не одна и та же. Она та же самая. И поэтому влюблённость, первое чувство влюблённости, оно очень светлое. И древняя философия считает, что если вы хотите возродить ваше семейное отношение, самый простой и эффективный способ вспомнить человека таким, каким ты увидел первый раз. потому что когда люди видят друг друга первый раз, они видят душу друг в друге. Интересно знать, что женщина, мать, когда ребёнок рождается, тоже первый взгляд на неё, она видит не вот это тельце, если говорить о тельце ребёнка, то оно такое сморченное, всё, знаете, ну не очень красивое. Она говорит, посмотрите, какое чудо у меня родилось. Идёт такой совсем муж некрасивый. Вот. Но она видит чудо в этом, а больше никто не видит. Может быть, муж ещё видит. Вот. Или родственники. Ну все смотрят, что такое сморчаненькое ещё пока. Вот. Ну то есть, понимаете, да, о чём я говорю? То есть, а женщина вообще не видит вот это тело, вот это там ручки там какие-то маленькие такие. Она этого не видит, она видит душу. И эта душа настолько сильную связь ей даёт, она чувствует счастье бесконечное от этого ребёнка. И поэтому ей всё в нём нравится. Она его в попу целует там и всё. Бабушку в попу никто не целует. Это то же самое ребёнок, только через 70 лет. 70 лет спустя. То же самое существо, только уже подросло. Вот. Но почему-то вот этого маленького в попу целуют, а бабушку нет. Я никак не могу понять, в чём разница. разница в контакте с душой. Что когда человек маленький, то контакт с душой сильнее с ним. И так защищён ребёнок судьбой. Почему детей все защищают? Потому что с ними сильнее контакт душевный. И этот контакт не заканчивается на всю жизнь. Вот представлять человек, что бы ни вытворял, он там и поубивал всех уже. И в тюрьме сидит там, вор в законе там и всё. Мама говорит, сынок, как у тебя жизнь? Да нормально, маманья, чё, нормально. Вот она, ну сынок, смотри, там никого не убивай в тюрьме. Она воспринимает как душу. Он для неё хороший, понимаете? Всё равно хороший, что бы он там ни творил. Потому что она его увидела как душу. Но вот отношения с мужем они другие. Потому что хоть женщина увидела в нём душу, Бог не дал возможности нам видеть душу друг в друге всю жизнь. Это мы должны сами научиться делать. Это наша работа, понимаете? Мы создаём семью для того, чтобы это научиться делать потом, когда-нибудь. Но сначала он даёт правильный ответ. Вот это понятие демоверсии, оно духовную природу имеет, оказывается. Try and buy. То есть сначала Бог даёт вот это светлое чувство, вот это вот, вот смотри, как должно быть. Вот демоверсия. Вот это то, что должно быть между вами. Понимаете? Чувство такое они выкроют, светлое такое, чистое, светлое чувство. Первое отношение со мной. И древнее знание говорит, что если человек каждый день пытается вспомнить близкого человека таким, каким он он видел его в первый раз и считает его таким человеком, то любовь между ними неразрушима. Даже один человек хотя бы так живёт, уже любовь неразрушима, потому что он напоминает то, что является самой глубокой сутью человека. То есть вот эти отношения первые являются самой глубокой сутью этих отношений. А всё остальное это просто отрицательный опыт связанный с влиянием судьбы. Потому что судьба действует через ум. Мы взаимодействуем в уме друг с другом. Судьба тоже действует через ум. И судьба приносит боль человеку. Эта боль накладывается на отношения. Мы уже не верим, что он такой. Я уже не верю тебе. Я считаю, что ты, я тебе ошиблась. Но это чувство было не ошибочное. Представьте, люди отдают свою жизнь другому человеку. Такое сильное это чувство. Они хотят жить вместе. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Ну, представьте, какое сильное чувство. это же страшно. Вот. И потом это все заканчивается. 80% России, по крайней мере, здесь тоже, наверное, не меньше 60, я так думаю, приходят, когда в ЗАГС для развода не сошлись характерами. А причина развода, на самом деле, не знание, что такое любовь. Все. Элементарная вещь. Люди просто не знают, что такое любовь. И наши лекции сейчас фундаментальные представления о любви у нас поменяют, и у нас все в жизни будет хорошо. Это гарантия. У тех, у кого поменяется, кто меня будет внимательно слушать. потому что веды объясняют, что через звук передается знание. Разум связан со звуком. Если человек слушает очень внимательно, то он может почувствовать веру другого человека. А то, что я им сейчас рассказываю, это моя вера. Я в этом убежден железно. Вот. И потому что я сам поменял свою жизнь, отношения своей с женой благодаря этому знанию. веды объясняют, что любовь между мужчиной и женщиной, хоть она по своей природе такая чистая и светлая, и начинается все так чисто и светло, она имеет очень эгоистический характер отношений. Потому что человек, не понимая свою природу служения, что любви надо служить, он по факту хочет ее эксплуатировать. причем даже высокого духовного уровня человек не понимает эти проблемы. Я был в Индии в одном святом месте, там я встретил одного знакомого, он занимается духовной практикой уже более 15 лет. И он подошел ко мне и говорит, слушай, беда такая, у нас с женой двое детей, мы с ней разводимся. Я говорю, а почему? Она говорит, устала от отношений, говорит, не могу больше это терпеть, это издевательство над собой. Я начал выяснять, оказалось, что он очень твердо был убежден, что мужчина должен быть старшим в семье и устанавливать порядки, правила все. И это убеждение, оно такие страдания жене приносило, женщине приносило, что она, хоть он и занимается духовной практикой, вынуждена была уехать от него и жить отдельно. И думает уже о разводе. Хотя человек не пьет, не курит, не изменяет, вообще ничего плохого практически не делает. Просто потому, что он ее замучил своим желанием быть старшим, она уже не может с ним жить. Просто из-за этого. А почему он замучил ее своим желанием быть старшим? А потому, что он не понимает, что желание быть старшим это и есть проявление эгоизма в любви мужчин. И что эта женщина сама решает, что муж старший бесконечно благодарна, будучи бесконечно благодарной этому человеку, с которым она рядом с ним живет, она потом в своем сердце считает его старшим для себя из-за благодарности. Так работает женская природа, женская психика. Но иногда даже при этом не показывает это внешне и ведя себя как она, как будто она старшая, она сама принимает решения, все, но внутри из-за сильной благодарности она очень сильно благодарна ему, поэтому считает его лучше себя. А если лучше мужчина, значит он старший для женщины. потому что если он хуже, значит младше. Женщина так оценивает мир. Представляет, человек духовной практикой занимается и он такую ошибку совершил, он не понял, как действует эгоизм в любви, будучи, молясь каждый день и так далее. Это на чем говорит? О том, что эгоизм очень глубоко сидит в нашей жизни, в нашей психике, и он тайно действует для нас незаметно. Мы даже понятия не имеем ничего об этом. И поэтому об этом постоянно надо говорить. Нужно рассуждать на эти темы, чтобы отрезвлять человека, потому что есть женский эгоизм, есть мужской, и он постоянно пытается эксплуатировать любовь. Эгоизм не дает служить энергии любви, а постоянно пытается ее использовать. Есть разные способы это делать. Итак, есть любовь между мужчиной и женщиной. Эта любовь имеет эгоистическую природу. И сейчас я делаю первое утверждение, которое повергнет шок многих из вас, а потом спасет вашу семейную жизнь. Утверждение такое. Если люди не занимаются духовной практикой и не очищают свое представление о любви, то любовь в семье будет гаснуть, без всяких сомнений. В вашей семье любовь имеет склонность гаснуть у всех людей. Любовь имеет склонность гаснуть, а не разгораться сильнее и сильнее. Но у нас в психике, у всех у нас есть твердое представление, что я должен найти себе такого человека, с которым любовь будет разгораться или как минимум оставаться на прежнем уровне. это полное безумие так думать. Это безумие создает все трудности семейной жизни, потому что только работа над отношениями превращает жизнь в сказку, а не ожидание, когда же ты дурак исправишься. Я летел из Индии в самолете и решил посмотреть старый добрый фильм «Любовь и голуби». «Любовь и голуби». Это любовь, как она проявлялась между двумя поколениями. То есть бабушка с дедушкой и муж с женой. И показывалось, как женщины любят мужчин такие, смотрят на них глазами любви, но потом их ругают за их поступки. И все это есть фильм из-за этих отношений любви и голуби там тоже бегают друг за другом целый день. То есть это то, что нам дано в жизни. У нас есть эгоизм, есть характер, который склонен эксплуатировать друг друга, и есть любовь, которая, несмотря на это, существует и живет часто в нашей жизни или гаснет. То есть вместо того, как мы живем. Давайте разберем отношения. Согласно той философии, о которой он рассказал, есть определенная сразу цепочка, которая сейчас выстроится. Итак, первое, что происходит. Да? Что между мною и тобой ниточка завяжется. Да? Происходит. А мне все время кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Ну, то есть, человек чувствует связь, вот эта вот ниточка должна завязаться, понимаете? Между двумя душами произошел контакт. Это называется совместимость сейчас. Произошла гармония душевная у людей. Они чувствуют друг друга и как бы у них произошло вот это самое лучшее, что в жизни человек ждет, произошло в его жизни. Гармония, связь вот эта произошла. И эту связь сейчас современная философия часто трактует как сексуальное желание. Часто люди думают, что именно вот этот вот секс такой смачный является основой любви. И когда смачный секс заканчивается, надо значит расходиться и искать другого смачного секса, иначе любви не будет. Бред полный вообще. Во-первых, древняя культура считает, что счастье в половой жизни сильно зависит от душевных отношений. Если люди, например, верят друг другу, им легче быть счастливыми в половой жизни, а если не верят, значит тяжелее. Представляете, молодые люди, многие считают, что секс это вообще не повод для знакомства. Даже для знакомства не повод, понимаете? Не то, что там для чего-то другого. На самом деле несовместимость в половой жизни, она постепенно уменьшается по мере возрастания у людей элементарного желания заботиться друг о друге, потому что в половых отношениях тоже идет забота, то есть люди пытаются понять друг другу, как друг другу лучше. И это означает совместимость просто, это элементарные вещи. Вот, и надо понять также такую важную вещь, что чем больше люди ставку на секс делают, тем грубее у них отношения. Почему? Потому что энергия любви может подниматься вверх у человека или вниз. А психическая структура такова, что есть высшие психические центры, всего их семь. Вот здесь один, самый высокий, связан с духовной энергией. Есть центр психический на уровне лба, он связан с самыми высшими планетами нашей Вселенной. Дальше горловой психический центр связан с менее высшими, тоже высшими. Сердечный центр связан с высшими планетами. Центр солнечного сплетения уже с уровнем Земли связан. Паховый центр чуть ниже Земли, низшие планеты, адские планеты. И копчиковый центр связан с садом. Именно в копчиковом центре находится половая энергия человека. Да, человек углубляется в половые отношения, делает их основу жизни. У него вся энергетика, его психики переходит на уровень низших планет. То есть адское существование начинается. Люди начинают ругаться друг с другом, ненавидеть. Это не значит, что не нужен секс. Нужен. Но он не является и не должен оставляться основой жизни. Это не самое главное в жизни. Потому что некоторые люди считают, у нас секса не получается, до свидания. Все, мы не совместим, до свидания. Бред полный. Потому что эти люди не понимают, что есть более чистые и светлые отношения в семье. В тысячу раз счастливее можно быть другим. Потому что секс это 10 минут. Иногда меньше. Любовь, она может весь день же длиться, а в течение дня 24 часа. Понимаете, о чем я говорю? Что есть более высокие центры, связанные с любовью. И вот это очень низменное представление о любви, оно разрушает возможность любить в целом. Потому что институт семьи, он зависит от представления любви. Допустим, раньше люди считали, что любовь это жить вместе и быть верными. Сейчас это представление рушится. Например, на Западе, во многих западных семьях уже считается, что так как мы свободные люди, поэтому надо, и у нас есть склонность сексу, а секс он всегда приятнее с новым человеком, это тоже доказано. Поэтому естественно наша потребность в сексе должна восполняться, и мы не должны препятствовать друг другу в этом. Такая философия. И люди просто на глазах друг у друга занимаются сексом, ну или на глазах, а в соседней комнате занимаются сексом, и это они считают нормальным. хотя с точки зрения более высоких представлений о любви это полное предательство. Так чувствует психика человека, и у них тоже так она чувствует, но они себя из-за неправильного представления жизни подавляют себе это чувство и постепенно привыкают. Да, это нормально, у нас семья, но сексом мы занимаемся с другими людьми. Я просто жил, когда приезжал в Америку лекции читать, жил там в американской семье, они мне об этом рассказали, что вот так оказывается жить надо правильно. Понимаете, это все основывается на знании, и знание начинается с того, что есть два типа знания, или духовная любовь между людьми основа, это означает, что мы должны быть верными, мы должны честными быть друг с другом, мы должны стремиться к более глубокому пониманию друг друга, мы должны научиться уважать друг друга и так далее, понимаете, это вот глубокое, более глубокое представление любви, а более низкое представление любви означает, что ничего этого не надо, нужен просто нормальный секс, и это тогда семья будет счастливой, Чувствуете, да, разницу? Это противоположные взгляды, некоторые говорят, а что нельзя совместить, совместить можно, но что-то главное, а что-то второстепенное. Если человек не понимает этого, потому что есть стремление вверх, в нашей жизни есть стремление вниз, и мы не можем посередине застрять, все равно или человек будет вверх развиваться, или вниз, или человек деградирует в жизни, или прогрессирует, одно из двух. Если говорить о личной жизни, то прогресс означает понять, что верность три степени, четыре степени углубления любви. Первое, принятие человека, просто вот характер такой я принимаю, я ко всему привык в этом человеке, это любовь, это не просто привычка, это любовь. Дальше, когда уже ты привык, следующая стадия это уважение. После привычки чувствуется, что все-таки хороший человек рядом с ним, у него есть недостатки, но он хороший человек в целом. это уважение. На уровне уважения люди уже договариваться начинают, на уровне привыкания просто, на уровне я привык к этому человеку, нормально с ним жить. Надо, чтобы дети игрались где-то в другом месте или закончить их игру. Дети не должны шуметь здесь в зале. Итак, смотрите, люди просто привыкли друг к другу, что, какой феномен возникает, человек дома отдыхает, он хочет домой, потому что он там спокойно. Но до этого момента люди не хотят домой, они хотят на работе побольше быть, потому что дома плохо, потому что люди не любят друг друга вообще, они хотят наслаждаться любовью, они хотят использовать друг друга. Почему ты мне вкусно не готовишь? А почему ты мне нежно не разговариваешь со мной? а почему ты мне не приносишь зарплату? А почему ты не хочешь со мной сексом заниматься? И так далее, понимаете, каждый пытается свое взять. И все скандалы в семье, абсолютно вся ругань основана только на этом. Я хочу, чтобы ты меня любил. Все. Это называется эксплуатация. Ничего общего с любовью это вообще не имеет. и это одинаково выражено и в мужчине и в женщине. Но женщина считает, что ее права на любовь правильнее, чем мужские права. А мужчина считает, нет, это мои права правильные. И каждый убежден в своем. И так будет всегда, пока мы не поймем, что это в принципе неправильно так думать. Любовь это жертва прежде всего. Жертва означает, что я готовлю мужу не надеясь на то, что он похвалит когда-нибудь. Когда женщина так делает, то вопреки ожиданиям, ну ожидание какое, тогда он вообще обнаглеет. Вопреки ожиданиям в человеке, в близком, в результате такого поведения рождается уважение, благодарность. Сначала благодарность, потом уважение. И так любовь это абсолютное, непреклонное, непобедимая сила, которая диктует своё в жизни человека, несмотря на то, что у человека есть тысяча недостатков. Если я, допустим, готовлю мужу, не желая ничего взамен, а этого у нас нет по природе, в человеческой природе нет такого чувства. Женщина с удовольствием служит близкому человеку, с удовольствием. Такова женская природа. Но она служит всегда небескорыстно. У мужчины наоборот. Он готов всё отдать жене, но сделать что-то для неё ему трудно. Например, жена говорит мужу, помой пол. и он устал. Женщине помыть пол вообще пустяк. Она говорит, что тут сложного? Раз взяла, помыла пол. Не сложно, да? Она может служить, ей легко служить. Такова природа. Но она потом припомнит. Она будет всю жизнь помнить, когда она мыла пол. И он не мыл. пустяк.